Уважаемые зрители, добро пожаловать обратно на канал Rubier USA. Сегодня будет небольшое видео о части моих ножей. В данном случае я хочу говорить о ножах фирмы Кабар. Кратце история этой фирмы. Фирма Кабар довольно-таки старая. Они начали свою работу, не выпускайте ножи, в конце 19 века, в 1800 годах. Считается началом официальной работы 1888 год. Но известность к ним пришла именно в начале Второй мировой войны, когда в 1942 году они подали свой нож на рассмотрение для принятия в качестве официального ножа корпуса морской пехоты США. И после рассмотрения, после некоторых изменений, этот нож был принят как официальный нож морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Вот этот нож, соответственно. Вот это и есть как раз официальный нож морской пехоты США. Вот как раз вот его вариант. Здесь прямо на... Прямо здесь написано, что это USMC. Это как раз и есть нож именно морской пехоты. А теперь посмотрим, что за ножи на столе. Сидя здесь на столе 5 ножей фирмы Кабар. Из них 2 боевых, 1 кукри, 1 просто какой-то необычный нож и 1 нож за сапожник. Небольшое вступление. Фирма Кабар выпускает ножи, изготовленные в двух разных странах. То есть есть ножи выпускаемые в США, а есть ножи выпускаемые не в США, а в Азии. Эти ножи выпускаются на Тайване. Я подозреваю, что они это сделали для того, чтобы просто уменьшить стоимость своих ножей и чтобы покупали их больше. То есть вот, к примеру, боевые ножи здесь вот, вот эти 2, они сделаны в Америке. Кукри, Танто и за сапожник сделаны на Тайване. Соответственно, из разных материалов, разных стоимостей. А теперь давайте рассмотрим каждый из этих ножей отдельно. Вот перед вами сейчас боевой нож морской пехоты США. Как видите, на нем написано USMC, на нем штамповка USMC прямо на лезвии. Вот если камера сфокусируется, то это будет видно. Вот эта штамповка. Рукоятка кожаная. И теперь технические данные. Общая длина лезвия 30 с небольшим сантиметров. Извиняюсь, общая длина ножа 30 с небольшим сантиметров. Длина лезвия почти 18 сантиметров, 187 миллиметров. Длина рукоятки 123 миллиметра или 12 с небольшим сантиметров. Вес 310 грамм, который мы сейчас проверим. Это официальный вес их веб-сайта. Нож сделан из стали 1095, высококарбонной стали. Материал рукоятки кожа, изготовлен из США. И угол лезвия, угол наклона лезвия 20 градусов. Тип резак или по-английски клип. А теперь давайте на него посмотрим поближе. Я его сейчас буду медленно проносить перед камерой. Если камера на нем сфокусируется. Лезвие, как видите, заточкой с двух сторон. Вверх, по крайней мере. И есть небольшая пилка. К сожалению, камера фокусируется не очень хорошо. Так что я буду их держать на определенной дистанции, чтобы фокусировалась. Вот теперь можно его положить временно. Посмотрим на ножны. Ножны здесь кожаные. С отпечатком символа глобуса. Это символ корпуса морской прехоты США. И надписи USMC и Кабар. Как видите, вещь уже как бы в использовании. Побывала у меня. Ножу лет десять, по-моему. Может даже больше. Давно я его приобрел. В ножнах есть отверстие, чтобы выходила вода. Или наоборот, чтобы можно было принести шнур для того, чтобы, предположим, к бедру привязать нож. А теперь давайте взвесим этот нож и проверим, действительно ли совпадает информация по весу реальная с официальной. Так, временно убираем подставку в сторону. Вот весы. На весах ноль. А сейчас мы положим на нее нож. И получаем 314-317 грамм. То есть, практически совпадает с тем, что является официальной информацией. У меня получилось 310 грамм. Это без ножен. С ножнами. Вот. Вставляем их в ножны. В ножны. С ножнами, соответственно, получается чуть-чуть побольше. Получается 440 грамм веса. Вот это вот, еще раз напоминаю, это официальный нож морской пехоты США. А теперь перейдем к следующему. Следующий нож у нас это Кабар Танто. Это вот обновленная версия боевого ножа Кабар. Соответственно, с азиатским изменением. То есть, влияние азиатских стилей ножей. То есть, здесь понятно влияние в том, что нож стал вместо резака Танто. Это, в принципе, нож официально доступный тоже для покупки государственными агентствами и армии. У него есть даже так называемый специальный НСН номер. Это номер, который доступен при заключении государственных контрактов здесь в США. Поговорим о том, что это за нож. Нож, как вы видите, немножко больше стандартного. То есть, если вот их рядом показать. Лезвие здесь чуть-чуть побольше. То есть, длина лезвия на стандартном было 8 дюймов. То есть, на стандартном 7 дюймов, а на этом 8 дюймов. То есть, разница по длине в миллиметрах это почти 23 миллиметра. То есть, длина лезвия здесь 20 сантиметров с небольшим. А длина лезвия на стандартном был чуть-чуть меньше 18 сантиметров. То есть, 2 сантиметра разницы. Общая длина ножа 32,5 сантиметров. Длина рукоятки 12 с небольшим сантиметров. И вес официальный 440 грамм. Вес мы проверим вместе с вами. Соответственно, полировка другая лезвие, чем на стандартном кабаре. И сталь, в отличие от простой 1095. Здесь сталь тоже 1095, но кромванадивная сталь. По-английски это крован версия. Рукоятка не кожаная, а из кратена. Твердость по роквеллу на обоих лезвиях 56-58. То есть, это стандартная. Тип лезвия здесь, соответственно, танто. Этот нож появился сравнительно недавно. По сравнению с обычным от фермы кабар. И самое интересное, что нож сделан в США, а вот ножны на Тайване. То есть, как бы они тоже пытаются уменьшить стоимость. Давайте посмотрим на этот нож поближе. Я сейчас его буду проносить мимо камеры. И будем надеяться, что она сфокусируется. Той же ножом я достаточно долго пользуюсь этим. Рукоятка, как вы видите, уже начинает показывать следы использования. А вот на лезвии совсем мало следов того, что он был использован для каких-либо целей. Конечно, есть, если перейдеться. Как вы видите, на лезвии прямо над рукояткой написано USA 1245. А с другой стороны написано, чтобы было видно, Кабар и Олиэн, Нью-Йорк. Это там, где находится завод этой фермы. Нож очень приятный. Честно говоря, мне нравится, как он сидит в руке. Да и давайте теперь его взвесим. Так, убираем временно опять все, что тут может помешать. Включаем весы. Напоминаю, что официальный вес 440 грамм. Смотрим, что будет. Так. Вот интересно. А вот вес без ножен 327 грамм. Проверяем. Обнуляется. И еще раз проверим на всякий случай. То же самое, 327 грамм. А теперь с ножнами. А вот с ножнами как раз и получаются те самые 440 с копейками грамм, которые официально написаны. То есть интересно, как у них на веб-сайте, на ферме Кабар, на один нож взвешивать без ножен, а другой с ножнами. Вот так. А теперь перейдем к следующему ножу. До встречи. До встречи.